Ну вот, сегодня я выбрался поблеснить на своей маленькой лодке. Малюпасенькая, можно сказать. 220 на 125, то есть она идеально входит в мой автомобиль, поэтому я ее и выбрал. Как-то мне она досталась по случаю. Очень дешево, с полным комплектом всяких весел. Что еще там был? Кукан был, отцеп. Короче говоря, жилет спасательный человек отдал мне за 80 американских долларов. Ну, в эквиваленте, естественно. Но я не мог не взять. Во-первых, лодка имеет очень толстые баллоны, 36 по-моему. 36. Очень хорошие весла, длинные, надежные, которые мне подходят на ту лодку мою. Ну и вообще, честно говоря, она мне понравилась. Хотя у нее, конечно, есть минус, мягкое дно. Но этот минус, мы устрадили. Так, куканшик он у меня не ушел купаться. Вообще, в лодке надо всегда все максимально куда-то прятать. Потому что был случай у меня уже с телефоном. Но телефоны-то я по собственной, так сказать, безалаберности утопил. Даже не знаю где. Где-то в этом районе, по-моему. Но рыбы ничего мне не ответили. Поэтому пришлось покупать новый. Но зато изменился консенс. С новым телефоном как-то съемки стали какие-то поживее. Тут все-таки было хорошее видео, но камера там была слабовата. Что-то я разговорился. А, так почему я, собственно, вышел сегодня на рыбалку? Понятно, что дураку, что когда 32 градуса на улице, вчера вообще невозможно было ничего делать. И вода, наверное, уже градусов на 25 точно. несмотря на то, что август. Это уже, как бы, проблематично. Рыба, особенно хищника, на слишком теплой воде чувствует себя неуютно. Ну, поэтому я, скорее всего, вышел для контента. Как моя Татьяна Николаевна всегда делает слово «контент». А вот, кстати, мои соседи выбрались из кустов. Такие замечательные ути мои. Ути мои ути. Они уже меня не боятся. Они поняли, что у меня ружья одеты у собой. И я вообще добрый человек. Вот они, интересно, смотрите, всплываются. Это вот одна порода. И другая нырки. Вот они. Независимые красавцы такие. Поган, как их еще называют. Не знаю, почему такое название странное. Но они вполне все милые. Я вот на своем любимом озере. О, они шоу прямо рядом со мной. Надо будет. Может, их покормить надо было. Я на своем озере, потому что, ну, я к нему привык, во-первых. Во-вторых, ехать куда-то далеко жарко. Да и, честно говоря, думаю, опробую лодку, как она. Все-таки я давно на ней не ходил. Смотрите, какие они милые. Вон. То ли кормят друг друга, то ли общаются. Бог может ищут. Вот за это люблю я это озеро. Потому что оно такое очень, как в зоопарке практически доходишь. Еще цапли бывают. Цапля, она не свойская. Она жизнь прожила. И понимает, что ее могут... Вон, побежал по воде. Эти вообще ко мне приплыли. Я не знаю. Хлебовое птице. Извелище. Где у меня тут хлеба? Ай. Закрыт пакет. А, может, забойку помидора не есть не будут, конечно. Ну, вот, совсем рядом сидит. И он плавает. Да, ну, я что хотел сказать. Выбрался, положил я на дно себе вот туда. Купил кусок пеноплекса за 10 белорусских рублей. О, он вообще тут уже нюх потерял. Расслабятся они со мной, чтобы их не постреляли потом. Ну, совсем рядом идти. Привет, привет. Ну вот, теперь в лодке я могу стоять. Даже болтаться у них. Ну, хотя, конечно, увлекаться не надо с моим весом. О, обзор сделал. Обзор на экскурсию по своей лодке. Тут, кстати, надувное сиденье. В некотором смысле удобнее того, который у меня стоит на большой моей лодке. Ну, только в некотором смысле. Он скрипучий довольно-таки. Да. Ну, и хочу я еще потом, попозже, наверное, у них тут штаб, по-моему. Вот они все тут тусуются. Он там в пустах один головой мошет. Да. А, так что я хочу сказать. А, потом хочу еще на моторе пройтись. Когда было просто дно мягкое, на моторе было идти хорошо. Но были некоторые неудобства. Что будет сейчас, не знаю. Блесны у меня обычные, колебалки. Честно говоря, нет у меня никакого желания сидеть эти резинки. Покупать кучу воблеров. Потому что я эти озера знаю прекрасно. Тут эхолот у меня не пользуюсь, хотя он у меня есть. Я считаю, что... Ну, это я так считаю. Я с никого не навязываюсь. Может, кому-то интересно встать на якорь. Наблюдать выхолот. Практик. Или Лоренс. Как его судаки бечутся за его блеснами. Но я, честно говоря, не видел такого. Рыба активная, она если есть, она берет. Сидеть ее из-под корчат, там доставать. Потеряем боблеры. Ну, я не знаю, я ленивый рыбак. Поэтому я говорю, так, на заброс поплыл. Нашел местечко красивое обязательно. Вот. И заодно еще, может, ты рыбку поймаешь какую-то. Может, и поймаешь. Но настроение себе поднимешь и здоровье точно. Кстати, сегодня по этому рыбацкому талмуду у нас в интернетовском. Клевать должно с 12 часов. Я, конечно, в это все освободи верю, да? Интересно ж, кто-то ж составляет такие дела. Смотрит на погоду. Вот, так, ну ладно, это я отвлекся про лодку. Лодка мне нравится. Тайфун называется. Полтора. Случайная. Случайная лодка у меня. У меня она зашла, что говорится. Потом покажу видео с мотором, кому интересно. Да, вот перебрался я на корму. Показать, как это выглядит вообще спереди. Ну, знаете, лодка, конечно, хорошая. Но, блин, чуть не вывернулся я. Надо очень аккуратно. Не рассчитал я, что под 100 кг все-таки. Но, в принципе, в принципе, как я всегда говорю, удобно. Для одного человека вообще супер русский. Ладно. Сейчас попробую вернуться на место. И потом сниму по этому двигателю. Вот, по другому двигателю, передает мотор,